В рамках заседания комиссии, собрания депутатов Ненецкого автономного округа по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользования обсудили в частности вопросы экологического контроля воды в реке Печора. В частности, речь шла о возможностях округа осуществлять свои полномочия в сфере экологического контроля за состоянием реки Печора. Состояние реки Печора у всех вызывает опасения. Мы все знаем, что там произвели разлив нефти, там произвели разлив нефти попаданием в реку Печора. Мы сегодня можем производить отбор пробы воды, грунта и нашим лабораториям, которые сегодня имеются, можем проводить оценку качества. Как пояснен глава профильного департамента, на территории лицензионных участков недр федерального значения осуществлять контроль силами региональных органов округ не имеет права. В составе межведомственных групп совместно с прокуратурой, совместно с Росприводнадзором мы такие полномочиями обладаем. Заборы воды на анализ производят сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды. Пробы оценивают в специализированной лаборатории Центра, созданной сравнительно недавно. Здесь проводят анализы почвы, воды и воздуха. Экспертная лаборатория на территории Ненецкого округа необходима для проведения мониторинга окружающей среды, а также регионального государственного экологического надзора. Напомним о крупном разливе нефти на Харьягинском месторождении в 2020 году. Когда был разлив, мы выставили пост, он каждый день сотрудники казенного учреждения Центра природопользования садились на ловку, выезжали на границу Республики Коми, брали пробы и на Реммаре, если был шторм, и брали пробы там, на границе. К счастью, мы можем абсолютно уверенно об этом констатировать, то что нефтепродукты до территории округа никоим образом не дошли. Да, безусловно, нефтепродукты повлияли на популяцию рыбы, на определенные процессы на территории самой Республики Коми. Но до нас именно нефтепродукты не дошли, в соответствии с анализами проб, которые мы проводили по воде. Там ПДК не в один из дней отбора проб, а мы выезжали там раз в 15 или даже в 20. Ну, вот весь период, когда был режим повышенной готовности, пока его не отменили, мы выезжали. И эти пробы ни разу не показали. То есть эта вода настолько была чистая, что она пригодна и для рыборазведения, там самые высокие требования при рыборазведении. Но одновременно с этим понятно, что угрозы не остаются. Кушка у нас способна проводить эти лабораторные исследования. Однако округу требуется также исследование более высокого уровня. Вчера буквально подтвердили то, что у Росприводнодзора, Светлана Градьевна, Родионова, готова создать в округе лабораторию ЦЛАТИ отдельную. Сейчас мы везем, ну вот если говорить о судебных каких-то тяжбах и так далее, мы сейчас возим пробы для легитимной оценки. В Санкт-Петербург, в Коми эти пробы везутся, проходит много времени. Росприводнодзор готов создать здесь лабораторию. Плюс есть частные институты, которые также хотят сделать лаборатории, аттестованные на уровне ФСБ России для проведения экологической экспертизы. Как пояснил руководитель профильного ведомства, для более оперативной работы экологов в условиях труднодоступных территорий Крайнего Севера Центру природопользования также требуются дополнительные технические средства для передвижения по округу. Если ранее у нас была возможность контрактоваться, и у нас был вертолет в округе не Ми-8, а маленький вертолет, который обходится за 40 тысяч рублей в час, то данный вертолет нам позволял довольно... Для отбора проб нужно три человека. И мы, прокуратура подтвердит, это была хорошая практика, когда совместно осуществляли выезды, отбирали пробу, и даже там были штрафные санкции в отношении недропользователей за превышенные концентрации в воде. Сейчас, к сожалению, такого вертолета нет, но есть план работы, авиаотряд поддерживает, что может такой вертолет появиться. Ну, точнее, частный предприниматель, у которого есть вертолет, может мы поможем ему сертифицироваться, чтобы он мог в торгах участвовать, и эти услуги предоставили. Потому что на Ми-8 летать, отбирать пробы, ну, это очень дорого. А вопрос находится в стадии рассмотрения. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север.